Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда легко и доступно. Сегодня мы поговорим с вами про подкормки винограда. Как, зачем и чем. Зачем вообще кормить виноград? Вопрос такой философский. И периодически встречается мнение, что виноград прекрасно сам себе растет, сам себе добывает питание. И где-то же есть регионы, где его никто не кормит. Ну, конечно, есть. Но давайте не сравнивать мягкое с теплым. Когда есть хорошая почва, когда есть хороший теплый климат и благоприятные условия, это одно. И низкая конкурентная среда. Если кустик растет один, то в принципе в наших условиях, в теории, он может себе разрастись и где-то найти питание. Но мы выращиваем виноград совершенно в другой среде. Первое. Идти ему куда-то далеко, искать себе питание. Мы еще будем об этом говорить в другом видео про поливы. Ну, некуда ему идти. Наши почвы, они сильно не прогреваются. Плодородный слой в нашем регионе тоже примерно 25-30 сантиметров. И то это тем, у кого повезет. Я показывала в этом году вот ямы, которые мы выкапывали для винограда. Там все прекрасно видно. Более того, там холодно. Все-таки мы находимся в достаточно таких северных условиях. И земля сильно не прогревается. Поэтому виноград, ну, некуда ему идти. Это раз. Второе. Мы выращиваем виноград в сложной конкурентной среде. Вот за мной там шпальеры, да. То есть много кустов винограда. Они между собой конкурируют. А если мы возьмем вот наш второй участок, примеры подкормки будут там сегодня. Я буду там показывать. Там вообще все сложно. Там со всех сторон конкуренция. Там рядом, может быть, как-нибудь покажу. У соседа грецкий орех метр у нас до забора. И там где-то, ну, полметра. Вот говорят, что ай-яй-яй, под грецким орехом виноград не растет. Ну, на самом деле может расти. Но конкуренция большая. Где-то там черешня сидит практически по забору. То есть борьба за питание огромная. Я, ну, плюс условия, достаточно прохладно и не самая лучшая почва. И поэтому, если мы хотим получать результат, если мы хотим, чтобы наши кусты давали нам хороший, вкусный, сладкий урожай, то, конечно же, их надо кормить. Еще буквально минутка, и мы уже перейдем. Вот я буду показывать реальный пример. Но сразу говорю, что кормить нужно, особенно в этом сезоне, не все. Потому что у нас многие кусты подмерзли, и они могут жировать. Если куст склонен к жированию, ну, не надо его кормить. У него и так, как бы, слишком много всего накоплено. А верх подмерз, и он начнет сейчас гнать зеленую массу. Если мы еще подкормим, особенно азотным удобрением, то мы сделаем только хуже. Поэтому мы смотрим по состоянию. Те кустики, которые слабые, которые... Мы видим, что у них недостаток питания. Тоже все это видео будет... Вот пару минут потерпите, я все это покажу. Тогда мы их кормим. Если мы понимаем, что у нас хорошая жирная почва, нашим кустам всего хватает, то, да, подкормки можно пропустить. Вот, смотрите, молодые листья, да? Ну, совсем бледные. Вот даже... Вот, вот здесь будет классно видно. Видите, что происходит? Не хватает питания. Ну, во-первых, почва такая, да? Во-вторых, погодные условия. Вот эти морозы майские, когда все-таки уже растение начало расти, вот оно делает свое дело. Видите? Вот что происходит в этом. Конечно, в данном случае надо кормить. Ну, мы выбираем самый простой путь. Это органика. Потому что в навозе вообще есть все абсолютно, что нужно растению. А при этом в легко усваиваемой и доступной форме. Вот, смотрите, какая у нас здесь земля. Ну, в общем-то, никакая. Вот тут и кирпичная кружка, песок. Вот, тоже здесь один песок. Поэтому питаться растением особо нечем. Смотрите, что мы решили сделать в этом году. Раньше мы все делали, всю подкормку через подкормочные узлы, через трубы. Но винограднику более 10 лет. Мы снимали с него достаточно много урожаев. И мы понимаем, у нас и так там земля бедная, что она уже истощилась, ну, вот совсем-совсем. Хотим несколько облегчить себе труд и дать нашим кустам больше питания. Поэтому мы взяли бур, да, пробурили вот эти вот дырки и туда заливаем навоз. Пропорции один к одному навоз и вода. Вот мы сделали такую болтушку. Все заливаем в эти ямы. Ямки мы заполняли вчера. Сегодня мы их еще пролили водой, ну, чтобы это как-то больше растекалось, скажем так. И пока еще оставляем открытыми, ну, где-нибудь на неделю. Да, будем смотреть, как у нас будет время. Оно там все впитается. И тогда уже засыпем, будет все ровненько, аккуратненько. Дыпем землю. Таким образом оно там будет работать. И даже если мы сейчас не положили это прямо к корням виноградом, ну, как и многие другие растения чувствуют, где есть питание, где есть вкусно, все, корешки начнут расти туда. И мы предполагаем, что такой подкормки нам будет достаточно делать раз в пару лет. Таким образом мы тоже себе несколько облегчаем труд. Кормим мы органическими удобрениями. И, в принципе, минеральное удобрение на нашем участке, единственное, которое мы используем, это сульфат калия. Все, больше никаких минеральных удобрений мы не используем. Почему? Потому что мы считаем, в принципе, не только мы. Органическое удобрение, там есть все. Более того, там есть все в усваиваемой для растения форме. Более того, когда мы вносим органику в почву, мы кормим почву, мы кормим тех, кто живет в этой почве. А именно они кормят наши растения. И таким образом мы, грубо говоря, получаем два в одном. Мы и растения кормим, и поддержим нашу почву в хорошем состоянии, в здоровом состоянии. А здоровая почва – это иммунитет растения, это и хороший результат, ну и многое-многое другое. Поэтому мы используем исключительно органику. Часто бывает вопрос, а я вот хочу там минералкой, а какие нормы внесения и все остальное. Еще раз повторяю, мы минералкой не пользуемся. Читайте инструкции, смотрите, как бы, что там. Способы внесения, сроки внесения, дозировки. Производители все это указывают. И, ну, такой маленький совет, ваше, конечно, дело прислушиваться к нему или нет. Не увлекайтесь минеральными удобрениями. Если вы используете органику вместе с минералкой, все классно, все хорошо. Когда используется исключительно минеральное удобрение, со временем почва засаливается, микроорганизмы, которые помогают нашим растениям усваивать питательные вещества, их становится значительно меньше, и земля, в общем-то, становится мертвой. Ну, и минеральные удобрения усваиваются гораздо хуже, чем органика. То есть вместе можно, минералкой тоже можно. Ну, так получилось, да, у вас вот что есть, темы подкормили. Подкармливайте. Единственное, что, ну, не увлекайтесь, чтобы это было годами хотя бы, опять же, как говорится, дело хозяйское. Навоз мы не настаивали, то есть вот свежий разболтали, тут же залили. Пусть он работает в земле, ну, мы так решили, опять же, нам так сейчас удобнее по нашим ресурсам. И когда вот мы только начинали засаживать этот участок молодыми кустами, тоже у многих наших подписчиков был вопрос, как мы собираемся здесь подкармливать. Ну, будем смотреть. Пока что вот в этом сезоне тоже мы заметили, что некоторые кустики слабоваты ввиду того, что все-таки вот было холодное время и плохо усваивались питательные вещества, то некоторые кусты вот такие слабые, у которых мы это видели, мы их подкормили. Тот же навоз с водичкой разболтали, просто подлили под кусты. Нет у нас сейчас возможностей на наши объемы, да, что-то придумывать посложнее. Поэтому просто разболтали под кусты, подлили, водичкой пролили, потом еще пару раз прольем, ну и вот в этом сезоне будет так. В следующий сезон уже будем думать, смотреть, что придумать еще. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов, награды и наши контакты. И до новых встреч!